всем приятной жизни с вами юля жена шашлыка и мы продолжаем играть в sims 3 в прошлом выпуске наш пабло женился на вам пирше только почему-то очень странно этот персонаж не добавился в нашу семью я думаю что наверное эта проблема решилась бы перезагну как перезагрузка симсов вот в общем короче она сказала нам утром что не могу оставаться пора идти вот а сама при этом осталась причем не видите поменялась фамилия все у нее нормально она у нас уже ушла на работу пабло еще спит хотя мы уже давно пора в туалете кушать жалко что 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 как бы сона еще не добавилась в семью вот наверное я это пересохранюсь вот чтобы можно было ею тоже управлять пабло тебе бы книг книгу надо писать зато собаки весело с ним никто не играл сейчас ним играет сона вот и пабли ехать надо на работу уже скоро она закончил свою книгу рожденные лесовой водой кстати это название мне посоветовали на стриме в чате можно будет вторую часть написать вот это кто там к нам в гости пришел за пабло сейчас уже приедет машина хотя нам ждали два выходных чё она приедет пусть примет душ что станок а его знает может быть просто перезагрузить сима вот кстати хотя кажется у них это уже получилось с первого раза он и очень плохое настроение потому что она очень хочет спать у нее два выходных впереди я думаю что мы все как бы о мачеха прикольно вот она у них почему-то в посетителях сейчас попробуем ее перезагрузить попозже перезагрузим пусть сейчас может они ребенка сделают а потом и перезагрузим за 120 по моему книга продалась если я не ошибаюсь так сейчас попробуем перезагрузить так в общем перезагрузка симсов не помогла она так и не добавилась поэтому давайте вот что сделаем пригласим ее на участок и с помощью кода разработчика нет спасибо давай добавляй ну в смысле приглашаю ее сейчас она придет мы добавим уже таким насильным способом семью раз уж так не получается просто так прекрасное свидание может он сейчас ей предложит переехать нету здесь такого ничего нету здесь такого ничего допустим вот так сделаем я забыла как там это сделать нет код просто не подействовал сработало че нет да сработало сейчас вот принять в семью шикарно вот такими вот можно способами нечестными играть в симсов кстати я сразу покажу раз уж такое дело в общем при нажатии когда мы ввели этот код при нажатии на почтовый ящик и нажатом шифте мы можем сделать вот что посмотреть в общем можно осчастливить всех найти друзей познакомиться со всеми можно вызвать персонажа вот всяких тут есть и всякие питомцы и приносит питомца и детей короче завести можно таким образом ученый чудак ну в общем кого только тут вызвать нельзя в общем выбрать карьеру можно это тоже очень круто то есть наш персонаж сразу же попадает на нужный ну грубо говоря уровень ну вот смотрите медицина да всемирно известный хирург у нашей анны есть мечта всей жизни стать всемирно известным хирургом то есть если бы мы были ну если бы я не записывала видео то я бы конечно может быть чтобы исполнить мечту все ее жизни воспользовалась этим модом этим кодом и выбрала бы сразу ей мечту чтобы мечта исполнилась вот и она могла дальше уже спокойно заниматься там своими делами какими то что еще можно сделать ну в общем тут карьеры разные все которые есть вот можно отключить потребности вот я этим очень часто пользовалась потому что реально постоянно кормить укладывать спать следить чтобы они там в туалет ходили вовремя это ужасно вот а таким образом когда ты отключаешь потребности у них всегда прекрасное настроение и они успешно работают успешно они прокачивают любые навыки очень быстро не тратя при этом силы ни на что вот то есть это очень болезненный код вот но как бы наверное играть не так интересно становится зато можно все 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 попробовать что есть вообще в этой игре вот когда вот тебе не нужно следить чтобы они там вовремя легли спать давайте его отключим этот код чтобы продолжить играть вот вот так выглядит этот код вот в верхнем углу вот пишем вместо true false false и он отключается давайте проверим реально ли он отключился зажимаем shift нажимаем на почтовый ящик и ничего не происходит зато у нас теперь в семье есть санока у нее есть машина кстати карьера она в науке работает это круто вот у нее садоводство механика необходимые навыки вот она вампир поэтому у нее фиолетовые потребности вот жажда не пойму почему она сейчас у нее полностью пустая может быть сейчас подгрузится вот в общем кормить ее надо кровью или или вот этим кровавым плодом вот поэтому нам нужно сейчас посмотреть есть ли у нас кровавые плоды нет у нас кровавых плодов нет но у нее они есть в багаже вот поэтому мы сейчас покормим все видите она съела один кровавый плод и у нее стала нормальная скажем так жажда жажды нет она накормлена так у них два дня на то чтобы обустроить свою личную жизнь пока она обустроит пусть она займется механикой а как у нас можно механику быстро повысить как мы с вами ее повышали но они чинили всякие предметы может 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 что же что же придумать как механику повысить вообще может книжки какие то почитать где наш книжный шкаф был нету книжного шкафа это сменить одежду вот садоводство и механику как бы нам их повысить мне предлагают уступить место шашлыку потому что там у чумного психиатра с шашлыком какое то незаконченное дело я сейчас доиграю пойду укладывать Олю спать вот и тогда может быть шашлык вернется но я не гарантирую это вот значит разобрались мы с Анной сейчас точнее разобрались мы с Санок она теперь часть нашей семьи надеюсь скоро у них будет ребенок паблито садись пиши книжку в общем я решила отправить Санока в библиотеку пусть она там найдет книгу по механике почитает книгу по механике почитает пока у нее все равно есть время два дня два дня то ей дали чтобы так алхимия изобретения логика вот механика пусть читает механику кстати говоря ночью у них очень быстро повышаются навыки куда она побежала то что что неужели ну-ка Санока обрадуй нас о у нас будет малыш вампирчик три дня еще три дня у нее есть на то чтобы прокачать навык механики и что там еще надо садоводством вот но вампиры очень быстро прокачивают навыки особенно ночью поэтому очень хорошо что гиблиотеку мы пошли сейчас вот она там как раз спит пабло я думаю что наверное мы будем вот эту династию санока и пабло вот вот а ну как бы побочная скорее у нас будет сейчас мы прокачаем быстренько навык механики вот я поэтому очень люблю вампиров потому что у них очень быстро все все прокачивается все навыки которые необходимы правда она уже спать хочет пусть хотя бы до третьего уровня есть вторая часть а тут в основном всякие художественные книжки вот а здесь по навыкам вот алхимия верховая езда изобретения логика наука вот кстати науку и тоже надо прокачать вот садоводство тоже полезно ей надо чтобы садоводство было отлично в принципе можно купить книжки в пойти в магазин и купить их все она походу домой пошла а 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 не нужно искупаться и я думаю может быть она нарисует книгу Что у них тут по навыкам? В принципе, ей требуется только логика пока что. Ну, неплохо бы кулинарию, садоводство развить. Да и вообще все-все. Ха-ха. Молодец. Шашлык с соляшкой сидит. О, теперь Пабло хочет сына. А кого же хочет Санока? Она хочет макароны с сыром. Хе-хе. Да, торт спрашивает, где шашлык? В общем, чтобы получился мальчик, нужно есть яблоки. А чтобы родилась девочка, нужно есть арбузы. Вот что надо есть вампиру, чтобы у них родился ребенок определенного пола, я даже не знаю. В принципе, мы можем сейчас отправить по магазинам Санока. У Пабло еще один день, кстати, в запасе есть. А еще вот на этом столе можно изобрести бурильную машину. И потом бурить дырки в земле и путешествовать по ней. Видите, когда не стало соседей по комнате, как-то стало все сразу... Очень... Очень хорошо все стало. Кстати, вот тут, походу, механику можно освоить. Анна, ты механику сейчас освоила, да? Ну, то изобретательство, а еще что? Анна идет на свидание. Только я не знаю, с кем. Сейчас придет, узнаем. Пабло, хватит дрыхнуть. Вот прям до упора он спит. Давайте посмотрим, куда отправилась Анна. Это, я надеюсь, не этот старикашка. Анна, какой кошмар. Он хотя бы... Он даже не ее... Коллега. Ладно, пусть просто с ним тусит. Пабло прочитал... Ой, починил ноутбук. Он мечтает о сыне. Там Анна оказывает медицинскую помощь. Короче, она ничем не занимается. Собака почему-то ходит... Почему-то ходит задом, не знаю почему. Может, ей так удобнее. Ладно, на этой счастливой ноте мы заканчиваем наш выпуск. Всем большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. А с вами была Юля, жена шашлыка. Всем пока.